Итак, с вашего позволения начну. Да, все, мы вас видим и слышим. Глубоковажаемый Алексей Иванович, модератор из секции, позвольте представить вашему вниманию доклад, посвященный прикладной биомеханике дыхания, которую мы можем рассматривать как удобный инструмент прикроватной оценки функционального состояния респираторной системы и легких статических и динамических условиях путем рассмотрения взаимодействия таких ключевых параметров, как поток, давление и объем. С точки зрения физики, респираторная механика основана на третьем законе Ньютона в виде так называемого уравнения движения. Данное уравнение отражает минимальное движущее давление, которое необходимо для создания потока газа в грудную, внутривной клетке и из нее. И рассмотрим кратко основные аспекты данного уравнения. В первую очередь это давление эластической тяги респираторной системы, которая является компонентом данного уравнения. В физиологии эластическая тяга респираторной системы – это система, состоящая из двух компонентов. Из собственной эластической тяги легких, которые стремятся к спадению, и эластической тяги грудной клетки, которая стремится к расширению. Будучи замкнутыми в одну систему и имея между собой прослойку в виде плевральной полости с давлением несколько меньше атмосферного, эта система находится в состоянии квазистатического равновесия. В норме эспиратурная активность дыхательной мускулатуры выводит эту систему из равновесия. Происходит вдох за счет растяжения грудной клетки и в дальнейшем легких. И наоборот. Так вот, почему это важно для нас в практике? Чем больше эластическая тяга респираторной системы, то есть, чем более респираторная система в целом жесткая и эластична, тем большую силу, соответственно, давление необходимо приложить для преодоления эластической тяги легких и грудной клетки. И расчетный показатель эластических свойств респираторной системы доступен нам для рутинного мониторинга расчета. Это торгопульмональная податливость. Она определяется как отношение объема к изменению давления. То есть, Дельт-В деленное на Дельт-П. И мы можем это достаточно легко рассчитать. Однако, стоит принять во внимание то, что торгопульмональная податливость отражает суммарное влияние податливости легочной паренхимы и грудной клетки. И это необходимо всегда учитывать. При этом, все современные респираторы позволяют нам мониторить в автоматическом режиме статическую податливость. Также нам представляется возможным для оценки и динамический комплайенс. Однако, это неравноценные друг другу понятия. Они могут значительно различаться в одних и тех же условиях при одинаковом альвеолярном давлении. И, как видно на графике, часто динамическая податливость снижается, когда статическая еще растет. И, соответственно, альвеолярный рекрутмент еще возможен. Почему? Ну, важно понимать, что эластическая тяга, податливость состоят из двух компонентов. Так как причины для снижения торгопульмональной податливости могут носить как легочный, так и нелегочный характер. И нам необходимо понимать, какая причина именно ведущая у данного конкретного пациента. И, более того, в генезе снижения торгопульмональной податливости могут оказывать влияние и податливости, в том числе лёгких, и легочные паренхимы. Наконец, последнее. Это транспульмональное давление. Оно нам также доступно для мониторинга в условиях мониторинга пищеводного давления. Транспульмональный градиент – это тот градиент, который позволяет альвеолы расправить и поддержать в расправленном состоянии. Он рассчитывается как разница между давлением в альвеоле и давлением в плевральной полости. То есть давление плато минус давление в пищеводе. Мониторинг транспульмонального давления позволяет нам оценить, какую силу мы прикладываем конкретно к альвеоле, насколько мы её перерастягиваем, какое давление, можно сказать, внутреннее. А также мы можем оценить, насколько велико плевральное давление, то есть насколько велика сила, которая может сдавливать альвеолу извне, то есть та самая податливость грудной клетки. Ключевыми задачами мониторинга механики дыхания являются настройка параметров, диагностика первичных нарушений, в условиях полностью управляемой ЭВЛ это оценка рекрутабельности, также это мониторинг безопасности. В условиях вспомогательной вентиляции наши возможности мониторинга несколько ограничены, однако важно, что мы можем оценить наряду с первичными нарушениями активность нервно-респираторного драйва в том числе. Однако стоит принять во внимание, что сами по себе графики цифры мало значения имеют, интерпретация показателей мониторинга должна быть основана на предполагаемой нами ведущей причине дыхательной недостаточности, на индексе массы тела пациента, а также на оценке сопутствующей кардиальной и легочной патологии, которые также могут вносить свой вклад. В мониторинг механики дыхания диагностические возможности мониторинга механики дыхания достаточно обширны, некоторые из них мы постараемся рассмотреть. Мы можем оценивать параметры механики дыхания как дискретно в цифровом варианте, так и графически в виде кривых и петель. Базово мы рассматриваем, как правило, три кривых давления потока и объема. Чаще всего мы пользуемся кривыми давления потока. При наличии пищеводного катетера мы можем оценить кривые пищеводное давление время и транспульмональное давление время соответственно. Итак, кривая давления время, первая, скажем так, базовая кривая, которую мы оцениваем, форма может меняться в зависимости от паттерна потоковой кривой. При нисходящей форме, как правило, она прямоугольна, либо принимает косовосходящий вид. Если же мы пользуемся режимом вентиляции постоянной формы потока, форма данной кривой давления время принимает совершенно характерный вид и, по сути, отражает уравнение движения респираторной системы. Она показывает, какую работу совершает респиратор по преодолению сопротивления респираторной системы, а также какую работу преодолевает для преодоления эластической тяги. В этот момент пациенту доставляется дыхательный объем, и давление достигает своего пика, которое, по сути, пиковое респираторное давление – это сумма всех положительных давлений, предлагаемых респиратором к респираторной системе пациента. Во время инспираторной паузы или во время окклюзии контора на вдохе давление в листальных максимальных частях уравнивается, сопротивление становится практически нулевым, поток нулевой, давление снижается до уровня так называемого плато. По сути, плато – это максимум давления, который понадобился респиратору для преодоления эластической тяги респираторной системы. Оно же является и суррогатом пикового альвеолярного давления, поэтому его мониторинг рутинный настолько важен. Если же мы вычтем из мельчины давления плато уровень под АКВ, мы получим дельта-педраин-преш или минимальное давление вдоха. Тот минимум давления, который понадобился респиратору для преодоления эластической тяги респираторной системы в целом. Все показатели данные имеют свои пределы, которые нам важны в рутинной оценке состояния респираторной системы пациента в целом, а также для того, чтобы понимать, насколько агрессивны прикладываемые нами давления, насколько агрессивны настроены нами параметры респираторной поддержки. Для диагностики первичных нарушений хватает мониторинга в принципе давления пикового и давления плато, так как изолированный рост при нормальном давлении плато или низком пикового давления говорит скорее об обструктивных первичных проблемах, и наоборот. Параллельный рост и пикового давления и давления плато говорит, как правило, о наличии первично-рестриктивных проблем у пациента. Следующая базовая кривая – это кривая поток-время. Наиболее информативно нисходящий вид данной кривой, он имеет свои характеристики, пиковые на вдохе и на выдохе, а также нас интересует величина конечной экспираторного потока. При этом форма обоих отрезков кривой может меняться в зависимости от длительности постоянной времени, которая является произведением податливости и сопротивления дыхательных путей. При этом стоит обратить внимание, что за одну постоянную времени, которая в норме стоит примерно полсекунды, лёгкие наполняются гораздо быстрее, чем и поражняются. Поэтому так важно выдерживать всегда длительность выдоха, которая должна быть равна 3-4 постоянным времени. И она же укорачивается при рестриктивных проблемах в экспираторной системе или удлиняется, наоборот, при обструктивной патологии. Мы можем оценить, исходя из того, какова величина постоянной времени, насколько происходит быстрый процесс наполнения и опорожнения паренхемолейких по потоковой кремой при одних и тех же характеристиках вдоха, то есть при одинаковом давлении и времени. То есть насколько быстро происходит данный процесс, как видно слева на графиках при короткой временной константе, и насколько длительный процесс при её увеличении. Эспираторный поток в условиях вентиляции по давлению может помочь с оптимизацией длительности вдоха, так как наибольший объём соответствует именно оптимальной длительности вдоха. Соответственно, не изменяя инспираторное давление, мы можем увеличить объём, просто корректируя инспираторное время, исходя из того, что в максимальном объёме соответствует именно большая площадь под потоковой кремой. Свои характеристики имеет и экспираторный поток, его пик может увеличиваться или уменьшаться, опять же, в зависимости от продолжительности временной константы. Конечный экспираторный поток может быть отрицательным. Это посвенный показатель наличия у пациента внутреннего или аутоподоковы, а также посвенный показатель наличия у пациента активного выдоха. Более того, у пациентов с тяжёлыми брухообструктивными проблемами в условиях крайне низкой пропускной способности дыхательных путей экспираторный поток настолько ограничен, что может принимать так называемый двухфазный вид. Начали уже говорить об аутоподокове. Этот феномен возникает при неполном опораженном нервных средствах и преждевременного окончания аппаратного выдоха. Есть несколько типов аутоподокове. У пациентов с хронически-обструктивной болезнью лёгких он аутоподокове наличит по умолчанию, как динамическая гиперинфляция плюс ограничение исходной пиковой экспираторного потока. Однако есть такой тип аутоподокове, как динамическая гиперинфляция без ограничения потока. И среди механизмов развития здесь ведущим является неправильная настройка параметров респираторной поддержки, что также очень важно. В диагностике аутоподокове заподозрить мы можем наличие внутреннего гиперинфляции по отрицательному конечному экспираторному потоку, либо по петле поток-объем. Экспираторная часть на данной петле не будет возвращаться в точку начала координат. Также может присутствовать характерный внутренний изгиб экспираторной части. Однако наиболее точно рассчитать, понять, есть ли аутоподокове, и рассчитать примерно его величину, мы можем путем выполнения маневра окклюзии контура на выдохе. При этом давление в дыхательных путях, как видно на графике, увеличится. Мы получим величину общего подокове. Таким образом, внутренний подокове будет являться частным от общего и установленного уровня подокове. Коррекция аутоподоковая основана на ряде мер. В первую очередь, это оптимизация параметров респираторной поддержки. Здесь ключевую роль играет тот же самый подокове. Не более 80-85% от внутреннего его необходимо устанавливать для обеспечения адекватной декомпрессии дыхательных путей на выдохе. Также это пролонгация выдоха, снижение минутного объема, снижение потребности в респираторной поддержке и медикаментозное снижение сопротивления дыхательных путей. Следующее, о чём хотелось бы упомянуть, это перерастяжение альвео. Современная концепция повреждения лёгких подразумевает два понятия. Это так называемый стресс или напряжение и стрейн или перерастяжение. Данные понятия пришли на смену классическим баротравме и волюмотравме. Пришли эти понятия, по сути, из механики, где напряжение в целом отражает прикладываемое давление в единицу площади, а перерастяжение – это, по сути, деформация упругой системы на определённых участках. Поэтому стресс, по сути, это общее понятие, которое в том числе зависит от величины деформации или величины перерастяжения, умноженного на коэффициент упругости тела. Применительно к респираторной системе стресс отражает, по сути, колебания или дельта транспульмонального давления, то есть разница между максимальным и минимальным значением транспульмонального давления. Чем больше эта дельта, тем, вероятнее, больше, соответственно, напряжение в системе, тем больше велик риск повреждения лёгких агрессивными параметрами. Перерастяжение – это нормализованный показатель отношения дыхательного объёма к функциональной остаточной ёмкости. И какие выводы, исходя из такой формулы, мы можем сделать? Если мы можем протезировать функциональную остаточную ёмкость лёгких, для этого у нас есть по ДКВ, даже не изменяя дыхательный объём, просто увеличивая по ДКВ, мы наращиваем фоя, и таким образом просто можем уменьшить перерастяжение и деформацию в респираторной системе пациента и уменьшить в том числе и дельту транспульмонального давления, даже не меняя дыхательный объём. А безопасный коридор дыхательного объёма при достаточно хорошем по ДКВ и условиях, что фоя мы можем протезировать достаточно в широких пределах, коридор для люфта, скажем так, настройки дыхательного объёма более велик. Однако диффузное альвеолярное повреждение встречается не так часто. Чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши возможности для замещения фоя путём применения по ДКВ крайне ограничены, и в такой ситуации ограниченный прирост фоя ограничивает, соответственно, и безопасный коридор для настройки дыхательного объёма, так как любое изменение будет увеличивать деформацию в системе и, соответственно, увеличивать и дельту транспульмонального давления. Каким образом можно мониторировать перерастяжение альвеол? Динамический способ оценки здесь – это мониторинг стресс-индекса. Он основан на том, что в условиях постоянного потока, то есть и при постоянном сопротивлении дыхательных путей, скорость изменения давления в дыхательных путях происходит линейно и зависит от величины торгопульмональной податливости. Соответственно, нормальному рекрутменту соответствует наиболее прямое изменение давления, прямое на графике давления-время. В условиях, когда на единицу давления прирастает большая величина объёма, кривая приобретает более выпоплый вид. Это говорит о возможностях прикрутанного увеличения дыхательного объёма по ДКВ. И наоборот, когда на единицу давления объём прирастает недостаточно, кривая может приобретать характерный вогнутый вид. Это говорит уже о перерастяжении риска волиума травмы. Однако применение стресс-индекса достаточно ограничено, так как для него необходимо использование только одного паттерна вентиляции с постоянным потоком, с прямоугольным потоком. Во-вторых, визуальная оценка его достаточно трудна зачастую. Нужно проводить касательный, использовать линейки для вычисления. А далеко не все современные респираторы имеют возможность рассчитывать его самостоятельно, хотя уравнение для его расчёта достаточно простое. Возможно, в будущем, если аппарат ЭВЛ будет рассчитывать стресс-индекс автоматически, его измерение войдёт в более рутинную практику. Таким образом, для мониторинга перерастяжения ЭВЛ у нас остаётся, по сути, два основных показателя. Это давление плато, которое наиболее точно определяет альвеолярное перерастяжение, и дельта П, которое, по современным представлениям, лежит в основе стратегии защитной вентиляции лёгких. Простой пример. Пациент с пампоринекрозом. Дыхательный объём 7 мл на 1 кг должной массы тела. По ДКВ 10 см водного столба. Плато 24, дельта П, соответственно, 14 см водного столба. Изменение дыхательного объёма всего на 50 мл привело к увеличению плато до 28 см. и, соответственно, дельта П до 18 см водного столба, что крайне небезопасно для лёгких пациента и может повредить его, прилёбочную паренхему, ещё больше. Та же ситуация у данного пациента была и с ПДКВ. Изменение ПДКВ на 2-3 см водного столба также приводило к увеличению давления плато и дельта П. Это ещё раз говорит о том, что зачастую наши возможности по протезированию фоя, когда в ответ на увеличение по ДКВ дельта П и давление плато снижаются, к сожалению, часто наши возможности крайне ограничены, поэтому мониторинг давления плато и дельта П безусловно важен в рутинной практике. Для более углубленного мониторинга и более прецизионного понимания состояния респираторной системы нам могут понадобиться дополнительные инструменты. В первую очередь, это петля давления объём. Процедура построения статической петли позволяет нам графически оценить эластические свойства лёгочной паренхемы. Состоит она из двух кривых. В норме изменение давления на вдохе происходит наиболее линейно. Нас интересует характер изменения, а также величина гестерезиса. Это объём, который измерен при давлении в 20 сантиметров водного столба. По сути, гестерезис, как свойство всех упругих систем, обусловливает несовпадение кривых на данной петле, несовпадение данных кривых на данной петле, на вдохе и на выдохе. По сути, он отражает, насколько лёгкие могут поглощать и диссеминировать энергию, насколько хорошо они отражают. В норме лёгкие отражают энергию быстро и не поглощают её, поэтому гестерезис небольшой. Возможность ситуации, когда гестерезис увеличивается именно за счёт того, что лёгкие хорошо поглощают и рассеивают энергию. Поэтому, возможно, два варианта статической петли. Это петля, соответствующая рекрутабельным и малорекрутабельным лёгким. Как мы можем это дифференцировать? В первую очередь, для рекрутабельных лёгких характерно наличие так называемых точек перегиба или точек остревления, за счёт чего кривая приобретает практически сообразный вид. Это говорит о том, что на единицу давления предстоит большее количество объёма. Если мы через две точки остревления проведём прямую, мы получим величину линейной податливости, которая, если превосходит статическую податливость в два и более раза, говорит о рекрутабельности лёгких. И, наконец, величина гестерезиса. Если она превосходит 500 мл, то, скорее всего, лёгкие будут рекрутабельны. Однако применение статических петлей на сегодняшний день достаточно носит ограниченный характер, так как нужна релаксация, не учитывается влияние эластичности грудной клетки. Более того, у пациентов с эмфиземой диагностическая ценность данного манёвра стремится практически к нулю, так как податливость у таких пациентов, как правило, высокая. Однако в последние годы появилась информация о так называемом давлении открытия дыхательных путей при построении статической петли давления-объём. Данный феномен, давление открытия, точки открытия дыхательных путей, наблюдается только у пациентов с морбидным ожирением и встречается достаточно часто, до 40% пациентов. Почему это может быть важно? Так как, по мнению описавших данный феномен авторов, закрытие дыхательных путей, полное у данных пациентов, и наличие чаще всего ауто-ПДКВ, может искажать показатели прессиметрического мониторинга, завышать дельта-П и давление платоа, занижать показатели транспульмонального давления. Поэтому при построении статической петли мы можем оценить, имеет ли место так называемая точка открытия дыхательных путей у данного контингента пациентов. Какой вклад это найдёт в рутинной практике, только нам предстоит ещё в ближайшие годы выяснить. Однако для нас наличие данной точки должно служить дополнительным доказательством из-за того, что у данных пациентов применение высокого ПДКВ, я не говорю сейчас о том, что его надо настраивать по данной точке, по точке открытия, но применение высокого ПДКВ у пациентов с ожирением безопасно и оправданно. Пищеводная монометрия, которая измеряется с помощью баллона, расположенного в нижней трети пищевода, отражает давление плевральной полости, обладает достаточно широкими диагностическими возможностями, как в условиях принудительной, так и вспомогательной вентиляции лёгких. Однако наиболее рутинно мы пользуемся им для расчёта транспульмонального давления. Здесь нас интересуют две величины, которые мы также и графически, и дискретно можем оценить на дисплее аппарата ИВЛ. В первую очередь, это инспираторное транспульмональное давление, которое не должно превышать примерно 24 см водного столба. Чем оно нам может быть полезно? Насколько мы можем увеличить дыхательный объём в условиях уже настроенного по ДКВ? И, конечно, экспираторное транспульмональное давление, которое у всех тех же пациентов с морбидным ожирением, индексом МАШ на тело выше 30, должно быть равно или даже превышать 0 на 1-2-3 см водного столба для того, чтобы адекватно данных пациентов вентилировать. У пациентов с ожирением нулевое положительное конечное экспираторное транспульмональное давление и настроенное по ДКВ по конечное экспираторное транспульмональному давлению оправдано и работает, улучшает выживаемость. Расчётный показатель здесь это уже упомянутая дельта транспульмонального давления. Чем она меньше, тем безопаснее для респираторной системы пациента. В свою очередь, пищеводная монометрия также имеет определённые ограничения, доступность, стоимость, необходимость наличия аппарата с дополнительным портом для измерения давления. Ну и, наконец, анатомические липаты, анатомические особенности, хирургия пищевода, повреждения пищевода, противопоказания к установке пищеводного катетера. И ещё раз о безопасности ИВЛ и необходимости мониторинга показателей, расчётных показателей респираторной механики для понимания, насколько безопасно мы вентилируем пациента. Даже если у нас нет возможности для расширенного мониторинга, мы должны пользоваться давлением плато и драем прэша в рутинной практике для понимания состояния текущего респираторной системы пациента и насколько адекватны, насколько безопасны настроенные нами параметры респираторной поддержки. И несколько слов о респираторной механике в условиях вспомогательной вентиляции лёгких. Безусловно, здесь, конечно, мониторинг носит несколько ограниченный характер, однако мы можем как первично настроить параметры респираторной поддержки, так и оценить активность нейрореспираторного драйва на основании нескольких ключевых показателей. Почему важна оценка активности нейрореспираторного драйва? Так как в условиях спонтанного дыхания внутригрудное давление снижается, давление в плевральной полости снижается, и чем сильнее инспираторная попытка пациента, тем сильнее будет снижаться плевральное давление. На рисунке справа видно, что при давлении, к примеру, в 30 сантиметров водного столба в дыхательных путях и чрезмерные инспираторные усилия пациента мы видим, да, в плевральном давлении минус 20, мы видим, насколько растет транспульмональное давление плюс 50 сантиметров водного столба. Более того, в условиях поврежденной легочной паренхемы, повышенной ссудистой проницаемости, при подобном падении снижается плеврального давления на вдохе увеличивается соскулярный градиент гидростатического давления, что будет способствовать миграции жидкости из сосудов в интерстиции и приводить к еще большему повреждению легких. Есть несколько ключевых показателей. В первую очередь, это так называемый потоковый индекс. Пока что, к сожалению, мы можем оценить его в основном визуально и примерно представить себе, насколько сильным является инспираторное усилие пациента. Для этого мы оцениваем нисходящую часть потоковой кривой. Простыми словами, чем сильнее изгиб, тем больше инспираторное усилие пациента. И наоборот, чем линейнее изменяется потоковая кривая, тем меньше инспираторное усилие пациента. Безусловно, для рутинно оценки этого показателя также требуется его имплементация по программной обеспеченности современных респираторов, чтобы мы могли этим пользоваться. Окклюзионное давление в первые 100 миллисекунд вдоха. Еще один достаточно хорошо известный и давно разработанный и внедренный в ПО аппаратов ВЛ показатель, который может нам помочь в настройке уровня пресс-супорта и показать, насколько он избыточен или недостаточен, так как, по сути, отражает также активность нейреспираторного драйва. На сегодняшний день существует такое представление, что П-01 стоит мониторировать в пределах 2-3 сантиметров водного столба. Это говорит о том, что уровень пресс-супорта как раз таки соответствует экспираторным потребностям пациентам. И следует соответственно настраивать пресс-супорт именно в этих пределах. Более того, мы можем измерить и давление плато и драйвинг пресса в условиях вспомогательной вентиляции легких путем также маневра заклинивая контура на вдохе. Давление плато при этом будет выше, чем пиковое давление, так как оно последнее не отражает то давление, которое создается дыхательной мускулатурой пациента. Соответственно при измерении давления плато и вычитании его из подоколем мы можем эти данные экстраполировать на уже изместные детерминанты 28-14-15 сантиметров водного столба для понимания о насколько безопасно заданные нами настройки вспомогательной вентиляции легких. Также мы можем оценить так называемый PMI pressure muscle index который посленно отражает работу дыхания пациента выше 6 сантиметров водного дыхания. Однако мониторинг здесь достаточно сложен. Сам маневр достаточно непрост. О правильности его выполнения свидетельствует быстрое увеличение давления как видно на верхнем рисунке. Если же давление растает постепенно это говорит скорее о продолжающемся сокращении инспираторной мускулатуры пациента и давление плато измеренное вот как на нижнем рисунке будет ненадежным. И последнее но не менее важное это окклюзионное давление которое отражает максимальное изменение давления в дыхательных путях относительно уровня по ДКВ. Это отрицательная величина так как оно измеряется относительно уровня скажем так на некой заданной нами изолинии. Но позволяет рассчитать несколько важных показателей которые по сообщениям Бертония с авторами которые и предложили к использованию данные окклюзионное давление коррелирует достаточно надежно с пищеводным давлением с показателем пищеводного давления. Мы можем рассчитать прогнозируемое давление дыхательной мускулатуры и прогнозируемую дельту транспульмонального давления. Чем выше эти показатели тем больше соответственно инспираторные усилия пациента и авторами были предложены определенные точки отсечения 10 и 15 сантиметров водного столба для давления мускулатуры и дельта транспульмонального давления которые будут свидетельствовать о чрезмерных анспираторных усилиях. В данной ситуации нам необходимо будет безусловно либо расширить мониторинг для прецизионной настройки параметров респираторной поддержки либо же к сожалению прибегнуть к медикаментозной седации. И несколько слов в заключении механика дыхания это основополагающее средство объективной оценки дыхательной недостаточности и оптимизации параметров респираторной поддержки так как их регулярная оценка позволяет эффективно контролировать проводимое лечение корректировать персонифицированный респираторный паттерн и неотступно следовать реализации безопасности пациента и защиты его респираторной системы. Спасибо за внимание.